Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ТВ программа «Открытый эфир» я Владимир Банщиков. Сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Тимофеев. Здравствуйте, Владимир Александрович! Я специально тебя так официально представляю, чтобы потом в дальнейшем рассказать, ты сам рассказал о своей судьбе, так чуть-чуть заинтригуем наших уважаемых любимых телезрителей. Недавно завершился конкурс «Учитель года-2019», городской конкурс, в котором ты стал однозначным победителем. Как ты пришел в педагогику? Добрый день! Чтобы стать учителем, это моя мечта детства. Еще в школе мне очень нравились уроки математики, я хотел стать именно учителем математики. Почему не стал? После завершения школы, поступая в Бурятский государственный университет, я подавал документы на два факультета, на институт математики и информатики. И, соответственно, запасной вариант – это был факультет начального образования, сейчас это педагогический институт. Ну, соответственно, как бывает в жизни, не хватило немного баллов для того, чтобы поступить в институт математики и информатики. Ну и на факультет начального образования я набрал баллы и, соответственно, поступил на факультет начального образования. Не жалеешь, что не стал учителем математики? Сейчас нет. Сейчас не жалею, потому что мне очень нравится работать именно с младшими школьниками, это очень интересная профессия, очень интересная работа, когда каждый день с ребятами происходит что-то новое. То есть, когда я вижу, что у них горят глаза для того, чтобы получить какие-то новые знания именно от меня. Да, ну это вообще здорово. Володя, ну по тебе никак не подумаешь, да? Ты еще с такой легкой, брутальной небритостью. Вот ты мужик в самом прямом смысле, в нормальном смысле этого слова. И вдруг я тебя не могу ассоциировать с этими малюсенькими ребятишками, которым там по 6-7 лет. И ты у них, ты их учитель, ты их второй послеродитель и человек в жизни. И ты работаешь при этом уже восьмой год. У тебя сколько получилось выпуска? У меня два выпуска. И сейчас у меня первый класс и третий класс. То есть, я веду два класса одновременно. Как ты с ними находишь общий язык с такой кучей ребятишек? Кстати, сколько в классе человек? Ну, в одном классе 35, в другом 39. Язык общий находится. Опыт работы, наверное, позволяет этому. Опыт повышается с каждым годом. Понятно. Хорошо. Давай вернемся на 8 лет назад. Ты пришел в школу, тебя взяла Ульяна Сергеевна тогда, директор 14-й гимназии. Сейчас представитель комитета по образованию. Она тебя как-то проверяла? Ну да. Она была в шоке вообще от того, что ты пришел и сказала, вот я учитель начальных классов, я хочу работать в вашей школе. Как все это происходило? Не помнишь? По распределению в марте, когда мы выходили на диплом, в институт отправлялись вакансии в каких-то школах требуется. Ну, соответственно, сразу там был у нас зам директора по учебно-спитательной работы Ирина Дмитриевна. Она сразу мне сказала, у нее тоже дети оканчивали 14-й гимназии. Она сразу сказала, Володя, сходи в 14-й гимназии, я тебе советую туда пойти и там есть вакансия. Я, соответственно, пришел и Ульяна Сергеевна, Наталья Викторовна была. И они меня сразу взяли, то есть не было такого. Я в этот же день сразу помню, что я написал заявление о приеме работы и с 15 августа я приступил к работе. Вот вспомни свой первый день 1-го сентября, 8 лет назад, такой 11-й год, да? Да, да. Вот 1-го сентября 2011-го года. Можешь вспомнить, ну так не особо в деталях, но по крайней мере, когда тебя представляли родителям вот этих маленьких ребятишек, первоклашек, да, с бантиками в белых рубашках. Они, наверное, были тоже в шоке, нет? Родители, я имею. Волнительный день был, я помню, что это волнительное, потому что, во-первых, это встреча с детьми, первая встреча с детьми, когда ты на практике, ты все-таки под руководством классного руководителя проводил уроки, а здесь ты один на один с детьми, волнительный это был. И самый волнительный момент был эта встреча с родителями, все-таки с детьми еще можно найти общий язык, то есть поговорить, а вот от родителей многое зависит, то есть как они тебя примут. Вот это был, конечно, волнительный момент, но я с ним справился. И тот мой первый выпуск, это самый лучший выпуск. И я с родителями, сейчас мы встречаемся, разговариваем. То есть я думаю, что они ко мне относятся уважительно. Сейчас они уже девятиклассники. Да, они девятый класс. Девятиклассники. Да, ну это, конечно, твоя история, это что-то такое особенное. Я посмотрел, что победителями вообще вот этого конкурса, учитель года 2019, пока городского, молодымского, все три победителя, все три мужика. Это с чем связано, на твой взгляд? Вот твоя вот такая оценка. Я лично удивился. Ни одной женщины не попало в тройку призеров. Вопросы поднимались. Вот в этом году я тоже наблюдал за ходом городского конкурса «Молодой педагог». И там у них была дискуссия, почему в школах работают в основном женщины, а побеждают мужчины. Я тоже над этим задумался. Но я сейчас не могу ответить на этот вопрос, почему так происходит. Может, что женщины более эмоциональны, и вот это сказывается на их деятельности. То есть, ну, возможно, все-таки конкурс на события, когда происходят, волнение у людей возникает, эти бессонные ночи, когда я думаю, что может это сказываться. А мужчины, кажется, они менее эмоциональны, и они вот идут. И, ну, про простое событие, я думаю, сказывать возможно. Кстати, вот третье место, я уже говорил тебе, да, что занял мой одногруппник, Семен Паткасаев, Семен Васильевич, тоже я его искренне поздравляю, так же, как, естественно, и тебя поздравляю, и вообще всех участников конкурса. Я вот, у меня младшие классы, я чуть-чуть буквально свою историю такую расскажу, душераздирающую, я как-то случайно попал, ну, на условно первый этаж 14-го гимназии, да, и как раз попал, когда позвонил звонок на перемену. Я, единственное, успел сообразить и заскочить за столб, и встать так прижаться к столбу, к окну, и мы мимо меня так волнами просто прокатывались вот эти младшеклассники, первоклашки, второклашки, потому что если бы я остался на месте, я боюсь, меня бы там снесли к чертовой матери и растоптали, потому что это была такая движуха. Как ты с ними справляешься? Ну, у нас с ребятами есть договоренность, обязательно, но на перемене, мы проговариваем правила, что на перемене бегать нельзя, но я им разрешаю до определенных условий, то есть смотрю. До определенной скорости? Да, можно это сказать так, и в основном некоторые дети, они приносят настольные игры, которыми очень увлекательно они играют во время перемены, то есть это шахматы, это шашки, у нас есть конструктор, который дети прям, ну, увлекаются, им очень интересно, и, допустим, хотя им говоришь, ребята, выйдите в коридор, погуляйте, им это очень интересно, ну и с другими детьми, за другими детьми, я смотрю в коридоре, ну и наблюдаю, как они играют, ну, мы с ними договариваемся, чтобы никаких травм у нас не случались, об этом у нас договоренность с ними есть обязательно. Вот есть такие дети гиперактивные, их сейчас, по-моему, очень много, да, вот, которых вот просто вот энергии девать некуда. Как ты с ними справляешься? Чем ты их пытаешься, ну, отвлечь вот от этого? Ну, гиперактивность, обязательно ребенок, если гиперактивный, ему обязательно нужно, например, дать вот эту свою, дать возможность, чтобы он гиперактивность выплеснул, для того, чтобы, допустим, в учебном процессе, чтобы у него он спокойно мог сидеть и работать, соответственно, тоже с ним разговариваем, то есть даю ему возможность на перемене, чтобы он побегал, там, поиграл с ребятами в подвижные игры и, соответственно, на уроке, чтобы он был сосредоточен именно на учебном материале, для того, чтобы качество знаний у него было, чтобы он получил те знания, которые необходимы ему для дальнейшего. Давай про качество знаний. Ты мне сказал, что в одном классе у тебя 35 учеников, во втором 39. Это сказывается на качестве знаний? Такое количество учеников. Мы все прекрасно понимаем, что оптимально это 20-25 человек. У тебя практически, ну, если не 2, но в полтора раза больше это железно. Как удается и удается ли, кстати, давай по-честному еще раз говорю, все-таки вот эти знания в маленькие детские головки вложить? Ну, конечно, классы переполнены, это, конечно, сказывается на качестве знаний, но я стараюсь все сделать для того, чтобы дети получили те знания, которые они должны овладеть теми предметными знаниями и метапредметными знаниями именно за курс начальной школы. То есть делаю все. Соответственно, это различные, это и фронтальная работа на уроках происходит, это индивидуальная работа, это групповые работы происходят, когда в группах ребята обязательно есть дети, которые посильнее, есть послабшие объединения, и, соответственно, мне вот эти дети, которые посильнее, они помогают, допустим, ребятам именно в группе. Если ребенку что-то непонятно, он обязательно, ну, ребенка сильно вас просит, и ребенок ему объяснит. То есть это обязательно проходит такая работа. Ты сам методики составляешь в преподавании или пользуешься чьими-то? Ну, пока. Ну, сейчас пока пользуюсь, конечно. А есть уже понимание того, что ты можешь сделать, выработать, отстоять свою собственную методику преподавания именно в начальных классах? Потому что в старших классах делать уже гораздо сложнее, на мой взгляд. А вот в начальных классах со своей методикой, мне кажется, работай и работай. Ну, это в дальнейшем, я думаю, что, конечно, будет. Ну, у тебя уже есть такие наметки? Ну, да. Еще плюс к тому, что я обучался в аспирантуре. У меня аспирантуру я завершил, но не закончена диссертация. То есть мне еще немного осталось дописать. Тема диссертации, если не секрет, конечно. Формирование ценностно-смысловых компетенций младших школьников. Ценностно-смысловых компетенций. Ну, хорошая тема, замечательная. А какие современные средства, скажем, связи, гаджеты ты используешь на своих уроках? И оснащена ли школа? Я просто давно не был. Оснащена ли школа теми средствами? Интерактивные доски, я знаю, планшеты и всякие прочие вот эти штучки. Если они есть, то как они помогают? И не мешают ли? И как ты отбираешь детей с этого телефона и прочие вот эти вещи перед уроком или нет? Сейчас. Школа у нас оснащена. Допустим, в моем кабинете есть интерактивная доска. Я ей пользуюсь. Это мне очень помогает в учебном процессе. Именно вообще в учебном процессе. Но сейчас именно с первоклассниками, хотел бы сказать. Но при этом я соблюдаю все санитарные требования, которые спасают ПИНУ. То есть сколько времени должен работать проект для того, чтобы не сказывалось на здоровье детей. Соответственно, мне это очень помогает. Почему, допустим, дети приходят, мы их учим на начальной стадии работать в клетках, работать в строчках, чтобы ребенок видел, сколько строчек нужно отступить от предыдущей записи, сколько в сторону ему нужно клеточка отступить. И, соответственно, на интерактивной доске я проектирую, сканирую лист бумаги клеточной, лист бумаги в линейку. И, соответственно, детям показываю то, что по аналогии они скопируют себе в тетрадь. И они, соответственно, быстро мы учимся этому. Затем потом уже в устной речи, буквально какой-то промежуток времени проходит, я им говорю, ребята, уже устно говорю, ребята, записываем часов, сколько отступаем вниз строчек, сколько клеточек, они мне уже проговаривают и сами это делают. Соответственно, с телефонами. У меня сразу на первом родительском собрании я родителям говорю, уважаемые родители, дети в школу приходят, здесь должно быть живое общение. Они в фойе пришли, вам отзвонились, что вы их забрали, и телефон убирает в портфель. И после уроков они выходят, и вам опять позвонили, что уроки закончатся, вы их забираете. И эта договоренность у меня идет с детьми, с родителями, и на переменах дети не играют в телефоны. И в коридор, когда я выхожу, допустим, некоторые дети, видимо, учителя разрешают, мои ученики подходят к ним, я их, конечно, по имени не называю, они понимают, что нельзя. Я всегда говорю, живое общение, потому что, возможно, дома родители разрешают. Здесь должно быть живое, чистое, живое общение, потому что я думаю, потому что, так как мы сейчас живем в веке информационных технологий, не хватает именно детям, именно живого общения. Да, живого общения, потом они вырастают, когда они не умеют просто общаться. И поэтому я вот до этого сказал, что на переменах они умеют играть именно в игры, настольные игры, приносительные, настольные игры. И вот выпуск, который у меня сейчас в пятом классе, ребята, я с ними на перемене играл в шашки, они в очереди подстраивались с одной вместе, и я хочу с учителем играть. Один раз, пока ученик меня обыграл, это была их радость, а в остальных, соответственно, я побеждал. А ты специально не поддаешься? Нет. Правильно, и не надо. Вот здесь вот это честно. Здесь была честная, у меня ученик выиграл, это была их радость, соответственно, что они меня победили. Сейчас очень многие родители, да, перед тем, как отправить ребенка в первый класс, начинают искать там какие-то дополнительные образовательные центры и так далее, для того, чтобы ребенок пришел в первый класс, уже умевший, ну, практически все на уровне, там, второго или третьего класса. Ты считаешь это правильно? Или тебе проще работать, ну, как с чистым листом? Вот ребенок пришел, не читать, не писать, пока не умеет. И ты начинаешь с ним работать. Либо проще работать с теми, кто уже и считает, и пишет, и читает по сто слов в минуту. Сейчас, в основном, в последнее время, стал наблюдать, что именно большинство, да, родителей, то есть занимается с детьми, начиная, потому что сейчас уже с трех лет, если не с двух, можно в разные развивающие центры отправлять детей и дети, и родители, соответственно, отправляют детей, детей. И практически, да, дети все в первый класс приходят читающие. И я думаю, что это, конечно, помогает учебному процессу, потому что программа, она идет очень, нет тем для того, чтобы закреплять. То есть из одной темы сразу идет следующая тема. Нет такого момента, когда можно было закрепить. Я думаю, что если даже половина класса дети, которые умеют читать, а половина не читающие, они научатся, потому что те дети, которые умеют читать, они тоже выступают помощником, потому что, наблюдая за тем, ребенок, который не умеет читать, наблюдая за тем, что другой умеет читать, они с помощью подражания, возможно, он ребенка учит. А вот тот ребенок, который не умеет читать, он не чувствует себя ущемленным каким-то там? Это я не наблюдал в практике у себя. То есть мы вместе, у меня были, у меня не было такого, у меня больше половины класса умели читать во всех этих выпусках, в моих наборах. Но я видел, что к концу первого класса дети, те, которые не умели читать, мы, ну, он, то есть уже умел читать, то есть научился к концу первого класса, даже, может, в середине. Вот сейчас в этом выпуске, в первом классе сейчас у меня все дети читают. Это уже на декабрь было, 18-го года. Не могу не затронуть мою любимую тему, это вот физкультура и спорт в школе. Занятия физкультуры тоже ты ведешь? Нет. Нет, а это специальный человек. Второй вопрос в эту же тему. Все дети в твоих классах занимаются физкультурой? Или сколько там освобожденных, по каким причинам? Все дети ходят на уроки физкультуры, но освобождение только по болезни. То есть ребенок, если болеет, там две недели дает освобождение. Ну, так у постоянных освобождений нет, слава богу, потому что сейчас вот тема такая очень полезная. Помимо того, что он в физкультуру ходит, очень многие дети, которые занимаются в спортивных секциях, и там приносят результаты свои, соответственно, приносят и показывают результаты ребятам. То есть обязательно, что они грамоты, медали свои приносят. Тем самым он подвигает своих одноклассников к занятиям спортом. Замечательно. Теперь несколько слов буквально о конкурсе. Что из себя представлял конкурс? Какие там были туры и этапы? Я просто не знаю, как все это проходило, где, сколько народу при этом присутствовало. У тебя наверняка была огромная группа поддержки из родителей, твоих детей, твоих выпускников. Как все это происходило? Ну, конечно, хотел бы поблагодарить, сказать большое спасибо всем тем, кто верил в меня. Это, конечно, моим коллегам, которые была группа поддержки, которые поддерживали меня. Это моим ученикам, конечно, их родителям, моей семье, ну и, конечно, моим друзьям. В этом году городской конкурс «Учитель года» проходил на базе 47-й школы. Было 19 конкурсантов. Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – это заочный, второй этап и третий этап. Заочный этап, я включал, это интернет-сайт, разработка интернет-сайта и написание на определенную тему. Второй этап состоял, да, второй этап состоял, это был первый тур, второй тур, извиняюсь, второй тур. Первый этап – это был методический семинар, где мы должны были представить свои теоретические основы, как мы работаем. Ну и, соответственно, второй этап – это был урок, на котором мы должны были показать уже на практике те теоретические знания, которые мы используем в своей практике именно на уроке. После этого, после второго тура, соответственно, был отсев, осталось 10 человек. Следующий тур, это у нас, получается, третий тур, был мастер-класс, образовательный проект и классный час. И после этого тоже тур был отсев, осталось уже 5 человек, которые, 5 человек остались, финалисты. И последний тур – это был круглый стол с председателем комитета по образованию Ульяна Сергеевна Афанасьева. Володь, вот теперь буквально у нас время, к сожалению, подходит к концу записи нашей программы. Буквально два слова о том, почему, на твой взгляд, все три первых места заняли мужчины. С чем ты это связываешь? Ну, наверное, с тем, что я, допустим, всегда, именно если по себе судить, то я всегда ставлю цель, и я к этой цели пытаюсь идти, добиться этой цели любыми путями. Ну, давай уж не любыми, но такими путями нормальными. То есть я ставлю цель и обязательно добиваюсь ее путями. То есть иду к этой цели обязательно нужно. Если ты цели ставишь, ты должен всегда их добиваться. То есть должен быть результат. Володь, я предоставляю тебе слово обратиться к твоим ученикам, к родителям твоих учеников, к твоим выпускникам, коллегам, друзьям. Пожалуйста, вот в эту камеру. Уважаемые мои коллеги, мои ученики, родители, я еще раз вам объявляю слова благодарности за то, что вы верили в меня. И хотел бы сказать, что моя победа – это победа нашей гимназии, именно моих учеников, их родителей, моей семьи и моих друзей. Спасибо. Спасибо, Володь, за участие в программе. Спасибо за то, что ты нашел вот такую интересную профессию в себя. Спасибо, я говорю, не от себя, а от тех ребятишек и родителей, с которыми ты работаешь. Я уверен, что ты просто пользуешься огромной любовью у детей, уважением у родителей. Я желаю тебе победы на конкурсе «Учитель года 2019» в Республиканском. Почему-то я так уверен, что ты там победишь. Спасибо. И, естественно, достойно представить нашу любимую республику на Всероссийском конкурсе. Ну, я чуть-чуть забегаю вперед, но этого хочется тебе пожелать, когда желаешь мечты, как известно, сбываются. Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что гостем программы «Открытый эфир» был учитель года 2019 города Улан-Удэ, учитель начальных классов гимназии номер 14, Владимир Александрович Тимофеев. Я Владимир Иванович Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.